Гражданское движение «Антигептил» начинает арт-войну против оппонентов. Официальная презентация движения состояла сплошь из демонстрации политического искусства на злобу дня. Особенно гостей впечатлил фильм художника из Астаны Асхата Ахмедьярова. Вот небольшой отрывок из него. Астана Ахмедьярова Активисты движения «Антигептил» через акции протеста добиваются запрета на запуск протонов с Байконура на ядовитом гептиле и закрытие всех российских военных полигонов в Казахстане. Участники также обозначили свою позицию по крымскому вопросу. Главный ползор. Герорник. Вы сидите, да? Дальше. Часть по-могу. Радиация. Путин. Я тут послойски перевел вот это вот словесное сопровождение. Это карикатуре на украинцев. Я среди украинцев просто. Экспо. Такое искусство понравилось не всем. В зале нашлась противница критики Путина, которая пыталась сорвать мероприятие. Поэт Ербол Жумагулов, выступавший в качестве эксперта, с сожалением констатировал, в Казахстане практически нет гражданского искусства. Люди творчества перестали критиковать власть. Мне очень обидно, что очень многие художники, из всех художников один Асхат что-то делает, перформансы какие-то. Писатели не пишут об этом поэм, журналисты только по заданию редакции работают. Ведь журналист это ведь писатель на скорую руку. Это тоже человек, который не просто выполняет свою работу. Он должен любить эту страну, жертвовать ей. И, собственно говоря, кинематографисты наши, которые снимают про путь лидера, да, и не одной картины, а действительно насущных проблемах, да. Это очень удивительно, потому что в стране так много проблем, что преступно снимать позитивное кино и комедии, особенно на государственные деньги. К слову, на презентации не выставили только одну работу – карикатуру на ельбасы «Голый король». Организаторы утверждают, что это было сделано в целях безопасности художника. Критиковать лидера нации с недавних пор стало не только небезопасно, но и уголовно наказуемо. А Курда, как показывает практика, критиков свой адрес не прощает.